Всем привет, меня зовут Антон, я из питерского штаба в поддержку компании «Народ против». Сегодня мы проводим наш еженедельный агитационный рейд. Мы ходим с ребятами и распространяем наши листовки в поддержку компании. И сегодня так получилось, что у нас с собой есть камера и наш отважный оператор, поэтому мы решили с этими людьми, с которыми мы все равно общались, пообщаться более подробно и задать им несколько вопросов. Почему, в первую очередь, они выступают против повышения пенсионного возраста, или, может быть, они за, как они считают, в чьих интересах происходит эта реформа, и если они считают, что нужно с этим бороться, то как? Есть ли у них какое-то понимание об этом? Ну вот, давайте попробуем, что из этого получится. Пойдемте. Здравствуйте, а что вы думаете о повышении пенсионного возраста? Что? Никак не отношусь, я не верю в пенсионную реформу. Вы не верите, что она произойдет на самом деле, или что, или о чем? Или в пенсионную систему? Я не верю в пенсионную систему. А так, я думаю, надо. Надо? Надо. Зачем? Ты чтоб дольше жили, когда работаешь, дольше живешь, а пенсию делаешь, становится больной человек. Ну как не против, ну против, конечно, это же против народа делается. Против нашей воли. Мы можем быть не согласны, нас никто не спрашивает об этом. Нас не спрашивают, нас не спрашивают. Поэтому мы, по сути, ничего не решаем, поэтому, понимаешь, конечно, против. Многие люди не доживут просто до такого пенсионного возраста, чтобы просто получить пенсию. Вот и все. Ну, мне кажется, отрицательно. Ну, вероятность дожить уменьшается в разы. Да, это справедливо. Да, как относиться? Скорее, отрицательно. Потому что, наверное, нагрузка трудовая досталась такой же, а почему возраст тогда должен повышаться? И условия жизни не улучшаются в стране, по-моему. Отрицательно. Потому что это плохо. Понятно. А можете объяснить как-нибудь подробнее? А вы как относитесь? Я пока не решил. Что такое? Ну, это не надо было делать. Очень заянно. Как вы относитесь к правилам повышения? Конечно, неправильно. Потому что, вот, например, мне сейчас 58. И скажите, пожалуйста, я действительно могу работать, пока силы есть? А не все люди могут работать? Да, я согласен. 58 лет. Я согласен. Да. Я права. Я давно на пенсию жил. Понятно. Но у вас же есть дети, просто родственники, которые их это можно задеть. Я же против. Крайне отрицательное. Это потому что это идет на уничтожение народа. Но никто не доживет до пенсии. Ну, не однозначно. А какое ваше отношение? Ну, конкретно, вы за, вы против? Я против. Ну, во-первых, я сама уже давно на пенсии, поэтому мне тоже не хотелось, чтобы люди его так долго ждали. Очень против. Вы очень против, да? Да. Почему? А кто доживет из мужчин? Никто. Никак, собственно. А вы за или против? Конечно, против. Но это сильно как-то очень прям. Повысили очень. Не надо так лучше. Извините, мы без комментариев. Да? Почему? Ну, как хотите. У меня уже пенсия, поэтому не перелететь. Резко оперицательно. Потому что только сейчас наступает пространство для личной жизни, его отнять это нехорошо. Не очень хорошо. А что вас в этом, как бы, моменте больше всего волнует? Может быть, может быть, только единственное, что не надо было так резко, по жесткому такому сценарию, более плавно. Но, в принципе, повышение должно быть. А я правильно понимаю, что мотивация в том заключается, что люди хотят работать, а им как бы не дают? Да, в принципе, это, конечно, будет проблема сейчас при повышении. Несмотря на то, что наше правительство и говорит, что они решат эти вопросы. Ну, извините, если коммерческая организация, она никак не будет им подчиняться. Да, проблема будет, что вот работают. А вообще надо повышать, конечно. Отрицательно? Да. Потому что я не доживу. Кто меня будет хоронить? А где будет работать? Повышает. А где работать будет? У нас есть заводы, у нас есть какие-то предприятия. Где? Это же обрекает людей вообще на голодное существование. Да. Ни один, ни в какой, ни в каком СМИ, нигде не затрагивается вопрос, где работать. Ну, они повышают, я понимаю, сейчас они ограбят людей, все поймут. Ну, где работать-то? Где вы-то будете работать? Мы-то отработали, а где вы будете безобразие в шестидне? Отрицательно. Почему? Я даже не знаю, объясните. Почему? Потому что это развод. В принципе, без родителей, он не доживел. А ваши родители? Ну, не повезло. Да, это интересный ответ. То есть вы не против? Нет, конечно, против. Потому что зачем платить пенсии, если не доживели? Согласен. Плохо, но 65 это слишком много. А как вы считаете, кому вообще выгодно в нашей стране повышение пенсионного возраста? Выгодно я не знаю кому, я просто знаю, что, например, я сварщиком работаю, то есть мне как бы тяжело до пенсии. Выгодно тем, кто сидит в Госдуме. Вот и все. Больше никому не выгодно. А как вы считаете, в чьих интересах вообще может быть этот закон? Просто большинство людей как бы против, очевидно. Кто за, как бы, где, ну, для кого принимается этот закон? Не знаю, для государства. А почему государству это нужно? Не знаю, верха. Для чего это? Имеют какое-то отношение по-любому? Ну, скорее, в интересах казны государственной. И, скорее, пенсионного фонда. А как вы считаете, это правильно, что государство пытается как бы устранить свои финансовые проблемы за счет самых бедных, да, и рабочих людей в первую очередь? Ну, не только за счет самых бедных, вообще за всех получается, раз. Это же всех касается проблем. Да, это касается... Конечно, неправильно. Правительство, конечно, наоборот. Правительство. Ну, потому что это не делается на пользу обычных людей. Обычных жителей России это не надо было делать. Кому выгодна эта реформа? Большинство людей... Ну, конечно, Путину. Не нам же. Ну, а кому же? Кому? Ну, я... Кому выгодно. Богатому выгодно. Кому выгодно. Как вы считаете, в чьих это интересах происходит? Ну, воров и жуликов, которые сидят в правительстве. Я не думаю, что это выгодно простым людям. Прежде всего. А те, кто сидят на верху, принимают эти законы, они очень далеки от обычных людей. Как вы считаете, в чьих интересах вообще это сейчас происходит? Государство. Ну, интересы к власть придержащих. Как вы думаете, почему президент сейчас молчит об этой реформе? То есть никаких заявлений от него нет? Все, только правительство об этом делает? Я думаю, что пока должен пройти чемпионат. Ну, по футболу, потом уже, может, что-то скажет. Как вы думаете, вот сейчас появляется кампания борьбы против этой реформы. Что нужно нам было бы делать, чтобы эта реформа была отменена? Есть вообще такая возможность, по вашему мнению? Нет, думаю, что уже нет. То есть вы думаете, все, никак нам не справиться с этим? Ну, я бы сказал, что нужны митинги, протесты. Но показывает практика, в России у нас это неплохо работает. Это работает хорошо на Украине, в соседних братских странах. Как, ну, можно долго спорить, хорошо ли они сделали, нет. Но, тем не менее, они что-то сделали, совершили. У нас же народ очень запуган. Поэтому, не знаю, не поможет нам ничего. Многим лучше оставить все как есть. Да, многие боятся просто. Ничего не трогать и ничего не делать вообще. Если бы вдруг оказалось, что будет митинг, вы бы сами на него пошли? Если массово, скорее всего. Да, как бы сейчас же подписывают уже петиции, собирают людей. Да, а вы подписали петицию? Ну, вот насчет того, что нужно делать, я не смогу, наверное, сказать. Но бороться нужно, это я хочу. Подписать петицию в интернете против этого повышения возраста. Все. Ну, не знаю. Это уже сложный вопрос. А могут ли люди что-нибудь сделать, чтобы эту эфону отменить? Как думаете? Ну, я думаю, что да, если все будут против. Забастовки, смена правительства. Всероссийская забастовка. Да, это очень хорошо, я согласен с вами полностью. Если правительство, то есть парламентария говорят, что может взрыв быть. Наверное, очень плохо. Нужно его готовить или не нужно? Взрыв. Я думаю, его готовить не надо, сами они готовы. Нет. Президента поменять. Хорошо. Спасибо. Я думаю, что всегда самый положительный, так сказать, опыт, это общественное мнение. Обширное. Ну и, наверное, должны быть некие юридические механизмы. Думаю, никак нельзя с этим бороться. Все пропало, то есть? Да. Все пропало. Я даже не знаю, не могу вам сказать. Писать петиции, по-моему, бесполезно. Только перевод бумаги. А на митинцы ходить, например? Толку. Ну, власть может увидит, что много людей просит. Наши власти по барабану. У нас такая жесткая система, что бороться тут сложно. И еще позиция Путина, она такая, что он как бы отстранен. Смотрит, наблюдает, а потом он сделает какой-то жест для народа. Все же понятно. Все же понятно. Спасибо. Вы очень проницательны, кстати. Не все это замечают. Спасибо. Ну, я думал, подождать. Пошел. Пошел. И что она делается в интересах правящих элит, в интересах самых богатых людей. Еще важно понимать, что против достаточно много людей, но при этом большинство из них не имеет никакого понятия, как они могли бы противостоять принятию этого закона. Как они могли бы не допустить того, чтобы пенсионный возраст был в итоге поднят. И это открывает нам огромное поле для агитации, огромное поле для нашей работы. Это именно то, чем мы должны заниматься в ближайшее время. В рамках кампании «Народ против» мы должны идти к людям туда, где они готовы нас слушать. Мы должны выступать на улицах, на рабочем месте, в соцсетях. Чем активнее мы будем работать, тем больше шансов, что компания объединит вокруг себя достаточное количество людей, чтобы она могла оказаться успешной. Так что давайте присоединяйтесь к работе штаба вашего, мы, например, работаем в питерском штабе, у вас в регионе, скорее всего, есть свой штаб, и давайте работать вместе над этим.